ну привет ребята то чувство когда фейс в игру задонатил за пять минут больше чем за я за четыре месяца игры все могу себе это позволить но деньги это зло на самом деле вы не думаете что я такой веселый когда выйдет мой альбом вы будете плакать это честно на самом деле не говорю такими амбициями какими я горел в том году что типа смотрите я самый крутой в мире я самый крутой в мире рэмбишник и прочее прочее я просто есть то что есть короче мой альбом будет лучшим все сейчас я буду отвечать на вопросы из чата пока эти дебилы игра играл ли ты до этого в какие-нибудь еще игры я люблю играть фифу я люблю детстве любил играть варкрафт цивилизацию что еще ну в контру конечно все играли там чё блять такого еще играл то хуй на не помню ну игра играл во что-то но снова в детстве сейчас время как-то нет особо но бывает нахожу каким ты был в школе школе я был отпиленным но уфимская газета говорит что я в школе был пуси оказывается потому что им сказал социальный педагог его разговоры про криминал он все придумал но социальный педагог просто не хочет чтобы потом я дали по башке за то что она не умеет воспитывать детей она не умеет воспитывать детей поэтому мы все были на учете я ему все мои друзья школе было отпиленным отморозком примерно таким же как здесь только меня не убили слава богу как ты относишься к фанатам которые хотят с тобой сфотографироваться отлично очень хорошо отношусь фанатам которые хотят со мной сфотографироваться вообще я не считаю людей которые слушают музыку приходят на мои концерты фанатами я считаю что это люди которые моя семья реально форил это мое сердце но бывали ситуации когда люди перегибают палку и надо понимать что у всех личная жизнь и всем охота уединиться и побыть дома и были такие некоторые ситуации когда люди дети и вообще просто страдали полной хуйней типа там стучали в дверь там еще чего-то я блять просто хочу поспать допустим и это напрягает конечно это я выходил и говорил идите на хуй ну и я как еще надо же людей как-то воспитывать чтобы они понимают что надо делать что нельзя делать вот какая у тебя мечта на данный момент на самом деле у меня нет мечты вообще никакой я не мечтаю я ставлю цели задачи и я их решаю вопрос времени вот у меня сейчас есть задача написать самый интересный русскоязычный альбом года и я над этим работаю и потом я его напишу выпущу и поеду в тур радует своих людей поэтому мечтать я вам не советую это конечно прикольно но просто вы можете попасть такие движения что ваши фантазии не совпадут с реальностью то есть надо думать реально то есть вот поставил себе цель сделал и все окей for you если у тебя машина если есть то какая машины у меня нет передвигаюсь я всякими бизнес такси mercedes и bmw вот это все ну просто потому что как-то так комфортно там вкусно пахнет внутри в отличие от обычного такси а так в целом у меня нет машины в по двум причинам первое это то что я в принципе не особо люблю ездить за рулем и не умею никогда не умел и мне как-то комфортнее сидеть сзади а а вторая потому что я живу в москве и здесь во первых очень много нервов тратится и я просто с ума сойдусь и я еще и за рулем буду кататься а во вторых потому что просто эти пробки и все вот это вообще ну как бы нахуй надо я вот если перееду за город тогда себе возьму машину потому что уже не вариант будет из загорода кататься таксами а так мне вполне устраивают такси бизнес-классы я сажусь и еду и все заебись разговариваю с этими с водителями о том что происходит на телевизоре все в принципе все как обычно все как у обычных людей так как справиться как справиться с неврозом а вот это интересный вопрос блять я бы сам хотел узнать на него ответ об этом я расскажу в своем альбоме так ладно режим зрителя меня уже заебал но вопросы я отвечу еще на многие мне это нравится я люблю общаться со своими людьми ладно чат почитаю это мне лучше получается да обожаю ваши вопросы ответь пожалуйста будут ли треки a hate humans red rose нет этих треков не будут это стрёмные треки это старые треки это треки ни о чем эти треки недоработанные это треки отстой так ладно будем будем пытаться дальше на самом деле я все равно добьюсь того что я буду сам в лучшем этой игре сейчас только сейчас только сейчас я закуплю тропическая разведчица ну все теперь у меня есть смотки продавали бы что-нибудь нормальное конечно стволы какие-нибудь там что-нибудь такое а то шмотки то их не главные стремного стволы это весло боевой проб но тут написано о том что я вообще ничего не добился в этой жизни так да конечно в чате это вообще мясо какое то как попасть на твой концерт если тебе тринадцать я думаю никак в принципе не надо потому что у меня на концертах только шестнадцать плюс у меня есть песни с матом у меня есть песни разного характера есть хорошие песни есть плохие но даже мои плохие песни они о хорошем на самом деле то есть как бы они просто являются такими инструкциями как не надо жить вот люди это не понимают типа они думают что вот если он поет про магазин гучи надо так вот и делать ну я в принципе могу понять их логику поэтому я больше об этом не буду петь всем и читать любишь марьяну очень люблю марьяну вам даже не представить насколько когда будет фица с карлорд или не будет с чего вообще взяли что у меня будет с ним фит да и вообще с кем то но на самом деле в этом году я буду начну фитовать есть много интересных ребят которые творчество которых мне нравится но это вообще далеко не те о ком вы думаете то есть это никак не относится к новой школе а моих детей детей моего рэпа детей рэпа меня фараона и прочих фейс любишь android игры я как бы как владелец айфоновой играю на айос платформе поэтому про android игры ничего сказать не могу почему старый фит с облой не вышел у нас никогда не было вообще никаких разговоров нет были разговоры но у нас никогда не было никаких демок ничего не было того вообще в принципе что называется треком собладает и не знаю будет ли когда-нибудь не буду зарекаться но пока что вряд ли скажи мое имя миша миша это я миша или что скажи мое имя миша ой с я не я ошибся ну с яниксом у нас что-то должно было быть наверное вот ну короче ладно я пока возьму перерыв отдохну немного от этого всего ух а потом мы продолжим с вами бить стол ногами блять и общаться у похода я уронил серваки как обычно ну могу себе позволить что ну пока серваки не установится иногда по отвечаем на вопросы и допьем чай и допьем чай этот так что бы ты посоветовал 16-летнему я бы посоветовал не думать о том что деньги известность шмотки тачки телки это все что то значит это все не сделает тебя счастливым я отвечаю вот мой совет такой а вот хороший вот вопрос передай привет моей учительнице математики светлане николаевне светлана николаевна привет светлана николаевна надеюсь у вас все будет хорошо и ваши внуки будут счастливы и работать на заводе да так что тут у нас еще что за тату у тебя на руке пятерка или буква v блять пятерка это буква v есть такой бренд вилон в свое время я был таким фэном эйс и проки и у них есть свой бренд одежды вилон у которого есть такая некая философия о том что ты рождаешься и умираешь в одиночестве то есть то что даже если ты с кем-то живешь вместе там еще что то такое да или у тебя твоя семья есть то все равно философия о том что ты пришел в этот мир один и ты уйдешь из него один потому что никто не может залезть в твою голову на сто процентов и понять тебя ни один человек не может понять другого и в принципе я и сейчас с этим согласен что конечно на сто процентов никого никто не сможет понять именно об этом эта татуировка о том что в конечном итоге мы все одинокие хочется нам это или нет вот в этом плане именно какие у тебя предпочтения в музыке каких артистов можешь посоветовать ну на самом деле у меня предпочтения в музыке довольно таки разнообразные слушаю просто то что нравится как говорили в 2007 году меломан вот а так вообще из последнего что мне понравилось мне понравился релиз трабла что еще что такое мне понравилось что прям что прям такое вспомнить ну у дрейка у дрейка вот хороший клип недавно вышел хороший трек так кто еще вообще из русского что вот выходит вообще ничего не нравится никого не могу посоветовать потому что реально ну вата какая-то выходит ну мое мнение единственное что понравилось это альбом скриптонита вот из недавнего это прям хороший альбом а так в остальном все какая-то вата какие-то треки слабые даже и релизы даже тех от кого ты ожидаешь обычно чего-то большего типа ну мало реально талантливых чуваков и много очень просто хайпа и каких-то волн так каким ты видишь пик своей популярности ой на самом деле не хочу ничего загадывать но я мне вообще далеко еще как бы до того момента чтобы я увидел пик своей популярности как бы все только все только начинается первый уровень этой игры я прошел такой прям самый самый главный стать замеченным вот теперь мне это уже не интересно то что я делал раньше и я прошел долгий такой ну несколько месяцев моральный путь сам собой для того чтобы ментально перейти на новый уровень и что в конечном итоге потихоньку у меня начинает вливаться на музыку которую вы услышите в этом году поэтому до пика популярности еще далеко я над этим я над этим работаю но я думаю что как бы в россии то уж я свой олимпийский честным путем тысяч так сорок когда-нибудь соберу а насчет зарубежных каких-то стран и прочего я тоже туда очень хочу со временем пойти в первую очередь конечно на англоязычную аудиторию но неизвестно пока какая музыка это будет и что у меня с этим всем выйдет вообще да вы даже не знаете какая у меня сейчас музыка будет и никто не ожидает от меня того что будет поэтому это уже в любом случае интересно гэнк так что у нас еще зачем ты на концерте кинул свои кроссовки ну как как бы описать эту ситуацию я так понимаю что это было в Оренбурге и когда я прыгнул в толпу одна из причин почему я не прыгаю больше в толпу особо то не распрыгиваюсь когда я прыгнул в толпу меня там чуть не разорвали чуть там не поубивали ну это как бывает знаете я прыгаю в толпу потом я оказываюсь на полу потому что как то так начинается какая то паника у людей в хорошем смысле и я оказываюсь на полу они хоп например и встают мне какая-нибудь не знаю жирная девочка встает мне на волосы ногами и я просто там лежу и жду своей смерти пока меня охранники не заберут ну реально думаю что все пиздец вот а так это было в Оренбурге именно если эта ситуация и я прыгнул в толпу ну и с меня там сняли сорвали мои слушатели две цепочки что-то кроссовок по-моему один и когда я вышел на сцену то я понял что я в одном кроссовке и мне как-то захотелось вернуть свой кроссовок второй потому что если бы два сорвали я бы даже не думал но один как-то я подумал может быть прокатит и я сказал дайте мой второй кроссовок но конечно никто его не отдал и я выкинул и второй мне не жалко для своих людей правда потом эти кроссовки не у моих людей оказывается оказались извиняюсь за тавтологию они оказались у каких-то петушков которые пытались их продавать и мне предлагали их наказать люди которые любят наказывать за плохие поступки местные из Оренбурга но я сказал что да нет пусть живут в принципе надо давать людям шанс если уж они его сами взяли то могу дать им должное вот такие дела какие у тебя хобби помимо музыки помимо музыки я люблю путешествовать вот сейчас например я буду на своем новом альбоме работать не в России я буду работать над ним в Азии ну по крайней мере надо не то чтобы над новым альбомом перед новым альбомом опять таки секретная информация у меня еще будет мини альбом и вот этот мини альбом я буду над ним работать в Азии вот я люблю путешествовать потом что еще люблю помимо музыки на самом деле мало чего вот реально какие-то хобби такие у меня прям нет ну почитать люблю так но не особо на самом деле у меня это получается но книжки на самом деле интереснее чем ну многие виды развлечений многие хобби потому что представлять это всегда интересно вот ну и могу так просто поваляться делать нечего посмотреть что-нибудь поиграть во что-нибудь ну фильмы например или я люблю драмы потому что другие жанры я считаю фигню нереалистично я люблю реализм или я люблю просто тупо втыкать в какие-то мультики непонятные там диснеевские просто чтобы отвлечься от такой знаете жестокой суровой реальности которая меня окружает порой как и всех людей куда едешь в Азию сперва я еду на пару дней в Сеул потом я поеду в Японию но когда это будет не скажу все секрет так что у нас еще так твой любимый бренд у меня особо брендов любимых нет потому что когда я работал в принципе ради того и давал концерты чтобы покупать себе шмотки и думал что это круто то я как-то быстро осознал как вообще все эти люди работают то есть ты что-то делаешь для бренда а бренд для тебя ничего в ответ не делает и после этого я как-то ко всем брендам охладел но на самом деле у меня есть оно какие-то такие вещи которые мне нравятся но я их пока еще не прикупил ну в основном там Vivienne Westwood потом что еще ну вот короче типа того Hysteric Glamour то есть такие бренды которые носили панки в семидесятых там реально футболки которым по тридцать лет я не знаю по сорок это прикольно винтаж винтаж рулит ну из молодежи таких мне нравится Supreme на мне сейчас например потому что у них более или менее интересные идеи всегда были хоть они и любили тоже подворовать у других но более или менее интересные идеи у них появлялись вот поступая в авиационный буфет что делать интересный вопрос у меня закончил близкий человек авиационный институт и он тоже таким же вопросом задался только когда уже его закончил то есть как бы ну в принципе я считаю что в институты надо поступать только если вы реально знаете зачем вы это делаете и реально знаете куда почему как вот это все потому что если просто не знаю поступить ради того что поступить или ради того что от армии откосить или еще что-то то хорошим это не закончится просто потери времени и вы будете очень сильно жалеть если у вас есть голова на плечах поэтому думайте хорошо над такими вещами это важно когда новый альбом где новые треки вообще на самом деле такая тема для обсуждения довольно дурацкая потому что я не хочу никаких давать обещаний каких я давал типа то что выйдет тогда-то и потом мне просто ну не захотелось выпускать что-то потому что это дерьмо по моему мнению новый альбом в этом году в течение сейчас что у нас апрель в течение полугода вот прям максимально вот что я могу вам обещать это точно новый альбом в этом году в течение полугода и треки будут треки будут сразу с клипами и мини альбом будет все будет поэтому не переживайте я никуда не пропал я никуда не ушел ну да я конечно пропал но мой камбэк скоро вот ты вернешься в инстаграм мы очень ждем скучаем в инстаграм я очень хочу вернуться но меня хейтеры суки блокируют потому что они меня ненавидят за что-то не знаю за что но меня не любят да грубо говоря когда мой инстаграм останавливается мне сразу кидают туда блоки и он уходит в небытие вот но мы над этим работаем и на днях буквально мой инстаграм остановится мы повесим туда галку и галка меня как раз от этого спасет поэтому все хейтеры пойдут нахер гэнк все окейси скоро будет я тоже соскучился по своему инстаграму хоть я и к соц сетям так себе отношусь как-то ну слишком много люди внимания выделяют этому всему собираешься ли менять прическу ну я думал над этим вопросом что вообще я могу сделать с тем что у меня на голове происходит но как-то так порешал что меня в принципе все устраивает могу иногда в хвостик в пучок как-то что-то сделать могу так ходить но в целом меня все устраивает я не знаю даже что еще я могу изменить с этим всем ну это я мне это нравится мой причесон фирменный такой поэтому нет не особо как краситься как-то что-то тоже не хочу избривать ничего и прическу делать меня устраивает так как есть все окей вот прикольно я на экране выгляжу даже симпатично где ты записывал первый трек первый свой трек я записывал внимание реклама шучу нет не буду называть название этой мудацкой студии не буду говорить название вернее записывал на одной студии в Уфе ну свой первый вообще хоть какой-то типа как я думал профессиональный трек на студии а так до этого мы записывали на микрофон дженниус первый трек который вообще либо участвовал был записан на микрофон дженниус по-моему я был в классе шестом вот такая вот палочка за 100 рублей туда мы надевали носки что это якобы такая что от этого мы думали что от этого будет лучше звук надевали эти вонючие носки и в них читали свой этот вонючий детский рэп и все в принципе потом я уже как-то пошел на студию у меня был фит с одним чуваком со штатов который записывался видимо на эту палочку судя по демке которую я потом слушал и все в принципе то есть как бы я на студию пришел там что-то попытался позаписывать но я даже не разбирался ни в чем чего сведения чего демки как то вообще что и что я думал вот я записал и вот так оно и все и есть и все там без аирбеков вообще без всего и коры в том что чуваки у которых я записывал все эти вообще все свои песни основные такие известные там ну кроме я ранее запад там бургеры вот эти все вот этот весь шлак то они как бы теперь рассказывают истории про меня как будто я там продюсерский проект какой-то хотя я к ним приходил весь такой абреган бухущий с пивком вот ну это смешно ну дебилы дауны поэтому я даже название не хочу говорить о этой студии где я записывался могу только им на сайт на лицо вот играешь ли ты в игры в игры я как видите играю и сервера роняю блять потому что я бы с удовольствием сейчас поиграл в игру уже я люблю общаться но я люблю чередовать это знаете как бы с моими людьми общения потом с самим собой некое такое там играми там хобби своими музыкой еще чем-то да вот но вообще в принципе бывает что я играю соньку и ну классический у меня четвертый playstation я играю там inside моя любимая игра inside из тех что я играл в последнюю потом еще я играл по последнему ну в рейман рейман тоже люблю это прикольно мы с марьяной играли вдвоем потом что еще такое ну разумеется фифка мы играем фифу ну ну я играю марьяна не играет такие игры UFC mortal kombat ну типа классика gta 5 хотя не особо люблю играть в gta как бы типа на соньке раньше детства на компе любил играть особенно четвертую там такая с русскими мотивчиками все как я люблю вот как изменилась твоя жизнь после появления марьяны самую лучшую сторону вы даже не представляете ребят лучше лучше не бывает это реально правда вот на самом деле я просто так немного забавно реагирую потому что задаете такие странные вопросы порой как будто по мне не видно как бы вообще потому что со мной происходит у меня все окей я спокоен я отдыхаю мы с марьяной другом безумно любим все классно друг о друге заботимся дорожим друг другу вот все как у людей шучу нет все намного лучше чем у людей потому что у людей обычно все как у животных знаю знаешь такого рэпера лил греча нет если честно не особо хотелось бы но теперь видимо знаю лил греча на самом деле лил эти уже мне вот здесь сколько можно лилов давайте вот просто был бы лил вейн и все и окей больше не надо ни одного лила но я думаю лил греча сделает свое дело вообще в принципе лил греча это следующее просто up next вот сейчас как бы после знаете вот был вот яникс как-то так стрелял потом фараон потом фэйс вот и как-то типа в рэпе ничего особо не стреляет я как бы так сфокусируюсь на музыке там еще на каких-то вещах а вот нет такого чтобы вот кто-то хайпанул кто-то пришел и все такие только о нем разговаривают то что вот он новый новый король там вот кто ну я думаю лил греча станет им потому что пока вот нет никого вообще ни одного кандидата даже на это лил греча я за тебя так что тут еще у нас как родители отнеслись то ему образом длинные волосы татуировки родителям на самом деле более или менее всегда было на меня похер ну типа что вообще со мной происходит но я за это никого не виню я просто как бы получилось так как получилось я вот так выгляжу так разговариваю так себя веду такие дела какие-то совершал какие-то сейчас совершаю некоторые плохие некоторые хорошие как бы в принципе нормально ну а чё как бы мой батя сказал что татуировки на лице это такое себе сказал что типа это такие про таки стрёмные у тебя типа но для меня как-то не знаю все это все это забавно то есть если говорить какими-то блатными категориями блатных то более или менее всем насрать на мои татуировки и все любят меня просто за то что у меня есть бабки и фейм независимо от того у кого какие понятия и прочее вот так оно все и делается поэтому я сам как бы общаюсь с многими людьми которые в этом всем крутятся и ничего страшного но мой батя вот такой типа мол твои татухи на лице типа мол это пидорская хуйня я такой ну не знаю у меня как-то немного более широкое сознание мышление чем стереотипно мыслить просто как-то квадратиком почему тебе не нравится второй сезон Наруто не знаю просто в первом сезоне Наруто мне очень нравился персонаж Гаара и я всегда думал блин Гаара это вообще кул типчик ну и когда просто взяли и испоганили этого персонажа тем что он стал добрым то мое детское сердце этого не выдержало и я решил что нет я вот я хотел быть как Гаара таким же абсолютно просто злым ноу лав типом а теперь он какой-то лох стал ну и все и поэтому я уже как-то не мог смотреть на своего любимого персонажа без слез на глазах такие дела так что тут у нас еще есть сколько отращивал волосы на самом деле это где-то все в год может быть укладывается я как сейчас помню у меня все на года было как-то непонятно что-то оттуда так сяк по-всякому потом я сбрил затылок и виски и начал отращивать все остальное ну такая такая вот длинная у меня теперь челка но на самом деле где-то от полугода до года где-то так это все занимает ну сейчас много рэперов которые выглядят как я поэтому думаю они вам лучше расскажут у меня как-то это все так само собой получилось у них у всех такие же прически поэтому и можно спросить даже видео на ютюбе делаю там как сделать там прическу фейс там еще у кого-то типа смех смехом конечно ребята старайтесь максимально вообще создавать себе какой-то такой образ свой собственный оригинальный я на самом деле много чего у кого тягал и во внешнем виде и в музыке и ничем хорошим это не закончилось в том плане что как бы известность деньги и прочее это все оно круто но потом ты как-то в один момент понимаешь что ты не совсем такой человек и не совсем такой жизнь живешь как вот люди с которых ты пытаешься что-то откровенно тягать и ну это как-то может привести к неким моральным затруднениям поэтому главное быть собой я сейчас над этим работаю и не заморачиваясь поэтому я больше ни у кого не спичью а дли бы не переживайте да шучу конечно конечно сворую это же фейс как я могу сам что-то сделать свое я же бездарь где фортнайт где фортнайт где фортнайт знаете ребята я бы сам хотел узнать где фортнайт потому что мы с вами так миленько общаемся но в целом пытаемся сейчас подключиться к фортнайту как раз чтобы поиграть у них накатывается обновление сегодня вот ехал в такси и играл в фортнайт и тоже не смог играть потому что у них вдруг начало накатываться обновление и сейчас у них снова накатывается обновление короче весело живут ребята а нам тут зато нам все что не делается все к лучшему но на самом деле это не не правда как бы все что не делается просто так оно есть и все и не больше не меньше но зато у нас вот как бы есть такая вот возможность пообщаться побольше все минусы надо всегда делать в плюс самому себе своему делу на угары конечно вы тут пишите слабо прочитать мой ник пишет ми рофт все не слабо получай получи чувак так как относишься к хейту о музычка заиграла ура это музычка из фортнайта так вот как относишься к хейту на самом деле положительно как бы это та вещь которая меня всегда мотивировала вот этот вот хейт или там когда меня не верят да ты там ты такой ты не ты там не поднимешься или потом там ты сдуешься там все ты там ты там тебя забудут там все там до того того сего но это все меня мотивирует я просто знаю кто я есть и мои реальные амбиции вообще и все что я смогу сделать поэтому у меня все окей а проекты конечно же которые продюсерские проекты артисты подобного рода они живут год-два да но я не такой я реальный артист с душой и сердцем поэтому у меня все будет окей кто-то же должен быть реальным среди фейков так это я знаешь ли ты группу сектор газа туалет сельский туалет и лирика особенно у них песня такая душевная мы с пацанами ехали в жигулях и бухие за рулем по 10 человек по очереди рулили и слушали все эти песни там частушки там вот это все конечно знаю многие меня сравнивают мое творчество с сектором газы но на самом деле не знаю по моему мало что общего кроме мата и некого протеста таким путем что ли я не знаю но на самом деле я материться не перестану просто потому что то что ну если я что-то выражаю матом именно в треках по крайней мере в жизни у меня есть такие да некоторые вредные привычки такого рода но если я что-то выражаю матом в треках то это просто так потому что я не могу сказать по-другому например есть какая-то ситуация ну не знаю любой человек который живет в России мне кажется меня понимает есть какая-то ситуация и ты не можешь сказать все плохо только можно сказать все хуево потому что как еще по-другому плохо это другое слово совершенно уже плохо это вот полегче все то есть вот плохо это вот плохо а вот когда вот максимально все плохо тогда все хуево и вот если я говорю например я не знаю ну а как люди вообще как они себе это видят например она жрет мой хуй ну вот не письку же я с детства ненавидел всякие дурацкие слова бабуля мамуля дедуля вот это вот все нежности по моему это все для пуси вот вот очень охота в фортнайт поиграть уже если честно но весело как ты относишься к бузкоин будешь ли ты запускать свои коины к бузкоину отношусь положительно Ольга Бузова молодец двигается вообще как хочет скоро станет мне кажется президентом вообще Соединенных Штатов Америки каких-нибудь что если у Трампа получилось почему бы и у нее не получилось вот свои коины кто знает кто знает может быть когда-нибудь будет какой-нибудь фейскоин почему бы и нет если бузова сделала что-нибудь чем мы хуже простой русский народ так как относишься к батл рэпу почему не участвуешь к батл рэпу отношусь нейтрально как бы я понимаю хип-хоп культура и все вот это и понимаю положительные какие-то моменты моменты батл рэпа то что это хип-хоп культура и что вот всегда так было там испокон веков там мы читали рэп там друг с другом друг с другом там крылья хуями там и прочее прочее но с моей стороны почему эти позитивные эмоции скрашиваются негативными потому что культура это все клево да но я как бы привык быть реальным настоящим и привык смотреть на вещи так как они есть то есть я не понимаю как один чувак другому говорит что он ебал его мать и это они так просто типа ну все окей как бы это взрослые мужики рэперы как бы казалось жесткие типы стоят и слушают друг друга об этом все ну и я как бы не привык такие слова терпеть свой адрес и мне насрать на любые деньги на любые лайки хайпы просмотры и если мне этот человек что-то такое говорит то я думаю что он получится по лицу но конечно если это как сказать не comedy club где там все перековеркали на самом деле я там говорил им что я ебал ту тёлку она отдаст мне за мою чёлку они даже это не ставили до сих пор до сих пор на эти так печально немного вот поэтому я считаю что людей надо наказывать за оскорбление в ту адрес не улыбаться на это вот поэтому мне не нравится батл рэп поэтому я не участвую в этом и не вижу в этом вообще смысл ну как бы я ни с кем не хочу соревноваться тем более кроме самого себя потому что и когда ты начинаешь с кем-то соревноваться с другими людьми то ты начинаешь забывать про самого себя и поэтому можешь встать на месте работа мечты если не рэпер работа мечты если не рэпер сложный вопрос на самом деле но на самом деле я думаю нет это прям надо так пораскинуть мозгами у меня просто их несколько вариантов есть скорее всего продавец консультант техносили наверное так может и зарплата хорошая и это и времени много свободного примерно час в неделю поэтому в принципе все окей так о мне оказался телефон здесь готовым с игрой а это значит что настало время фортнайт мы будем сейчас играть вернее я буду пытаться играть потому что я самый хуёвый игрок за последние тысячу лет так потом моя цель на сегодня это завалить хотя бы одного игрока но мы пообщались и я готов рвать и метать все играть сразу же третий уровень фейс 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 так оу щет оу щет да ну насрать все шучу ладно опять я че ты уронил только взял телефон в руки и все сломалось блять может это я виноват не вряд ли так ну ладно давайте еще общаться я прям очень хочу поиграть я люблю общаться но я прям очень хотел поиграть так если места куда-то часто ходишь в туалет блять не знаю куда куда я часто хожу Вот зачем вы такое спрашиваете? Ты хочешь со мной где-то совпасть, что ли, увидеться или что? Оставляйте свои цифры, встретимся, побазарим. Да нет, на самом деле, если подумать так, то никуда я часто не хожу, кроме как домой к себе, потому что мне ничего не интересует из этого. Ну, более или менее, я иногда хожу в какие-нибудь рестораны с Марьяной, или там с своим братом, или все вместе, но более или менее часто бывают места такие отвратительные. Ну, из разряда там сидит какой-нибудь старик там, блядь, этот шмонькает какой-то девки молодой там, блядь. Поэтому мне это не особо интересно, никуда особо не хожу. Передай привет Майнкрафтерам. Привет Майнкрафтерам, особенно вот этот, какой-то маленький ребенок. Ей же, который орет там ужасным голосом своим. Песни там мои, там еще он орал, там с мамкой ругался там чувак еще. Это кайф, это круто, это клево. Когда фит с техником? Ну, на самом деле, думаю, что никогда. Как бы, не особо вижу, чтобы наши творческие пути с Пашком когда-нибудь пересеклись. Но, в целом, я Пашу технику уважаю по-своему тоже, и прекрасно понимаю то, чем он занимается в целом. В своем жанре он, так скажем, легенда своего рода, поэтому пошел к салюту. Чего у нас тут еще, блин, интересного? Передай привет Дмитрию Беку. Привет, Дмитрий Бек. Ты хороший человек. Желаю тебе прожить жизнь длиной век. Погодите пару сек, я буду играть в Fortnite, а потом я буду делать бабки all night. Дэп придумал, Лева. Так. Так. Ну, короче, походу в Fortnite накатили апдейтов. Очень много, и они будут устанавливаться миллион лет. Поэтому, в принципе, на сегодня наша игра закончена, но, я думаю, мы еще увидимся, потому что я скоро, скоро я сам, лично, уже без помощи, ребят из МТС, буду стримить. Это вам главная новость на сегодня. Главные новости на сегодня, что в этом году у меня будет альбом, в этом году у меня будет мини-альбом, у меня будут треки, клипы, и все это будет в течение полугода. Конец года я поеду в тур. Поэтому не переживайте. Я не умер, я жив. Хотя, кто знает, может быть, мы все уже умерли, и это все иллюзия. Так вот. И еще главная новость, это то, что я время от времени изредка буду стримить, скорее всего, на Твиче. И... И... Это будет весело. Так вот. На самом деле, я хотел бы еще поиграть в Fortnite, но я уронил все сервера, и это оказалось весело. Мы с вами неплохо сегодня пообщались, и я многое о вас узнал. Например, о том, что есть такой человек, как Дмитрий Бек, вот, и Лил Гречко. Лил Гречко — это новый фрешмен. Лил Гречко, я в тебя верю. Все эти пацаны, которые новые, они так себе, на мое мнение, со всех сторон. Вот. А вот Лил Гречко, я обязательно загуглю, и я послушаю, что да как. Вот. Сегодня я пытался играть в Fortnite, и ни разу никого не убил. И меня убили много раз. Было... Было весело. Всем мир, всем добра, всем спасибо. Гэнкшит. Иремель Аврора Банды, город Уфа, 3477. Увидимся на моем альбое. Продолжение следует...